Всем привет! Мы на канале Видео Волна. Меня зовут Татьяна, и мы с вами продолжаем путешествие по миру облачных сервисов. Сегодня посмотрим, что же это за сервис, который называется Box, и как он выглядит, какие услуги предоставляет. Box своим зарегистрированным пользователям дает сразу же 10 гигабайт бесплатного пространства. Но, в отличие от других сервисов, сразу же накладывает ограничения по скорости скачивания и по объему загружаемого вами файла. То есть вы можете загрузить файл не больше 250 мегабайт. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам необходимо войти на сайт компании, который называется box.com, либо же скачать приложение в App Store или в Google Play. Лично у меня возникла проблема, когда я стала скачивать облачный сервис непосредственно с сайта. Я зашла на сайт box.com, нажала регистрацию, заполнила форму и ввела имя, свою фамилию и адрес электронной почты, придумала пароль надежный, ввела свой номер телефона, подтвердила в Кэпче, что я не робот, но возникла ошибку. Пишется, что невозможно обработать транзакцию, свяжитесь со службой поддержки по вопросам выставления счетов для регистрации учетной записи. Затем я ввела другой имейл с другого сервера и произошло то же самое. Что я сделала? Я зарегистрировалась со своего айфона, вообще без проблем заняло это у меня две минуты. Зашла в App Store, нашла там Box и скачала его. После этого уже я зашла снова же на сайт с компьютера, на box.com, ввела данные, которые у меня уже были. И вот, пожалуйста, добро пожаловать в Box. Давайте посмотрим вместе, как же выглядит интерфейс и что предоставляет нам данный сервис. Мне он нужен для личных документов. Кстати, в облачном хранилище можно не только хранить и редактировать файлы, и открывать совместный доступ, можно также загружать музыку и ее прослушивать. Что еще? Предоставляйте доступ к любым файлам другим пользователям. То есть мы можем добавить еще несколько электронных адресов, и таким образом мы сможем предоставить доступ родителям, родственникам, друзьям, коллегам. Мне это пока что не нужно, поэтому я нажимаю пропустить и перейти в Box. Итак, что мы видим? Вот такой вот у нас интерфейс. Заметьте, что русскоязычный. Есть возможность поиска по файлам и папкам. Вот фильтры контента и методанные. То есть вот файлы мы можем искать по типам. Аудио, бокс, ноут, документ, рисунок, папка, изображение, PDF, презентация, электронная таблица, видео и даже 3D. Можем смотреть дату обновления, подать обновление вчера, прошлая неделя, прошлый месяц, прошлый год. Можем искать метод данным, выбрать шаблон, как выглядела наша работа. Мы можем увидеть последние документы, с которыми работали. Мы можем увидеть, что было синхронизировано, что было загружено, пока мы, например, спали. Для этого у бокса есть специальная рамка, которая называется Boxing, то есть Box Synchronizer. И она позволяет синхронизировать файлы с мобильного на компьютер, с ПК, например. Вот. Казина. Ну, понятно, это удаленные нами файлы. Есть возможность выставлять уведомления. Вот. В случае, если есть непрочитанные сообщения. Ноут. Давайте посмотрим, что это такое ноутс. Box ноутс. Ну, ноутс – это вообще заметки. В переводе с английского. Что это в данном случае? Да, это, как я и подумала, заметка. Вот крутая заметка, повестка собрания, календарь, план проекта, отслеживание статуса проекта, информационная рассылка. Ну, давайте-ка посмотрим, как у нас план проекта выглядит. И нажмем «Создать». План проекта. Объем работы. Ой, как интересно. И этапы описаний. И ожидаемые результаты. Целевая дата. Участники. Ресурсы. Бюджет. Риски. Слушайте, очень, как по мне, классно и удобно. И не нужно думать, уже все написано. Только начинаем и идем к цели. Супер. Можно вставлять изображение, можно выбирать шрифты, делать пункты. По-моему, очень классно. Вот, создать. Заметка. Заметка по шаблону. Можем папочки открывать. Супер. Дальше. Консоль администра... Нирование. Я думаю, что это связано с совместной работой. Повышение уровня учетной записи для получения доступа к консоли администратора. Что это? Вы можете получить ценную аналитическую информацию о ваших рабочих группах, а также полный контроль над своим контентом. Это важно, если вы работаете в команде. И также есть у нас вкладочка «Избранные», где мы можем хранить избранные файлы. Нажмите на значок звездочки на полное действие при просмотре файла или папки, и они переместятся в избранные. Вот есть зеленая кнопка в правом верхнем углу «Получить неограниченный объем». Это можно сделать за дополнительные деньги. Вот так выглядит бокс «Облачное хранилище», которое изначально предоставляет нам 10 гигабайт бесплатной информации. Единственное, что прошу помнить о том, что скорость скачивания невелика, это первое. А второе, что есть ограничения по объему загружаемых вами файлов. Вот такое приложение и сервис. В следующий раз мы рассмотрим другие облачные сервисы для того, чтобы сложить общую картинку и выбрать наиболее подходящие. До скорых встреч. Пока-пока.